дорогие друзья всем большой большой привет с вами снова я татьяна сегодня у нас на обзоре будет наверное более женский напиток поэтому здесь сижу я будет ликер кардинал мендоза этого красавца мне прислал на обзор и как подарок 8 марта владислав зюкин за что тебе влад большое спасибо вот это кстати тоже алко блогер можете зайти посмотреть у него есть много интересного видео но прежде чем начнем мы говорить о нем я его налью я его уже попробовала изготовитель этого ликера испания очень и очень красиво написано на сайте производителя вот про изготовление про место нахождения винодельник где он производится и вот я прямо хотела бы вот прям совсем чуть-чуть зачитать вот именно зачитать потому что но очень красиво написано ликер кардинал мендоза последнее создание компании санчес рома т поистине волшебный эликсир который является пожалуй одним из самых оригинальных напитков во всем мире улице на которой больше века находится винодельня усажена прекрасными апельсиновыми деревьями каждую весну легкий ветерок смешивает благоухание нежных цветков апельсина с ароматом с ароматами хересов и бренди это уникальное сочетание характерно исключительно для местности херес дейла фронтера стала источником вдохновения для данного ликера это ну прям очень классно описывается я представляю себе двор да то есть выходишь у тебя посажены апельсиновые деревья тепло ветерок дует да с одной стороны винодельня расположена с другой стороны счастливый муж ходит во дворе это классно что сказать да мастер который создавал данный ликер хотел передать ту атмосферу вот именно того места где производится этот напиток и наверное даже я думаю что него это получилось потому что ну вот пока я сижу здесь с вами общаюсь это прекрасный аромат ну естественно цитрусов изначально он производится по традиционной технологии метода мацерации и дистилляции натуральных продуктов берется цедра апельсинов которые растут во дворе до натуральные травы которые также растут рядышком и настаиваются на бренди потом выдерживается 15 лет в ересных бочках крепость 40 градусов это конечно не стандартно для ликеров бутылочка которая сейчас у меня в руках 07 литра красивая бутылочка темненькая тяжелая давайте переходить к самому напитку цвет коньячный прям такой довольно таки как будто здесь налит налит коньяк но аромат конечно не коньячный это точно ну потому что это ликер логично да а составе составе я не сказала бренди до херес умягченная вода натуральные растительные ингредиенты вот такой вот состав у этого ликера все переходим к аромату ну я его уже давно слышала как только налила в бокал потому что ну аромат очень очень сильный естественно на первый план выходит апельсиновые апельсин апельсиновая цедра сливочность какая-то шоколадность жвачка в детстве помню была жвачка вот прям очень напоминает горчинка какая-то присутствует ну аромат очень-очень приятный давайте попробуем влад спасибо тебе большое за такой подарок мне очень приятно твое здоровье и ваши тоже дорогие друзья это вкусно это очень вкусно очень сладкий прям такая сладость на первый план выходит слива сливочность ванилька шоколад апельсин послевкусие прям вот почему-то мне выходит вот крем-сода крем-сода крем-брюле то есть если в аромате во вкусе это апельсин присутствует дату послевкусие апельсин куда-то уходит сторону и появляются такие ощущения как будто вот ты выпил крем-соды съела крем-брюле и что-то вот наподобие вот покалывание языка это очень приятное ощущение то есть ты выпиваешь у тебя сразу идет сладость и покалывание языка так еще не как будто у тебя анестезия но это приятная анестезия не так когда мы ходим к стоматологу да а приятная анестезия от которой ты кайфуешь его кстати можно пить и со льдом либо в чистом виде давайте второй глоточек за вас друзья на втором глотке вообще рецепторы раскрываются и прям я вот пытаюсь понять какие-то фрукты тропические ну вот не могу сказать как бы манго что ли очень напоминает грант мне если там больше идет цитрус такой вот что-то с кислинка здесь больше переходит на сладость на сладость ваниль шоколад вот что-то такое аромат бомба что могу сказать мне очень понравился данный ликер несмотря на то что он идет 40 градусов 40 градусов здесь вообще не слышно то есть наверное только в покалывание языка ощущается очень мягко пьется очень вкусно я рада что в моей коллекции лично в моей будет эта бутылочка спасибо большое еще раз я кстати не сказала о цене этого ликера до так как это подарок да я просто посмотрела в интернете и цена колеблется в данный момент и трех с половиной до шести тысяч то есть но приличная конечно стоимость очень очень приличная ну что я думаю будем заканчивать данный ролик а я пойду дальше в тишине наслаждаться вот им эти напитки только качественные только в меру до новых встреч пока